Всем привет! Блендер 2.90. Давайте покрасим вот этого персонажа солдата. Так, что нужно сделать? Выбрать персонажа, единица на нампаде, нампад под правой рукой, где цифры. Так, теперь нам нужно перейти в UV Editor и развернуть вот эту модель. Также можно модель самому резать, где бы вы хотели, чтобы прошли швы. Как это делается? Так, выбираем какую-нибудь регион вот этих вот ребер и нажимаем Shift-Alt. Сначала снимаем выделение, приближаем, нажимаем Shift-Alt, ну допустим под мышкой. И вот у нас получился именно здесь шов. Как его зафиксировать? Это нажимаем Ctrl-E, сочетание клавиш, и жмем Mark Sim. Все, вот теперь будет здесь шов. Если мы хотим его удалить, нажимаем Ctrl-E и жмем Clear Sim. Удаляем вот этот именно разрез. Вот теперь его не будет. Так, Ctrl-Z, назад его возвращаем. Жмем Ctrl-E, жмем Mark Sim. Опять делаем шов на место. Так, теперь допустим вам нужно сделать под этой мышкой. Так, приближаем, смотрим. Shift-Alt, нажимаем теперь здесь. И вот теперь появился разрез и здесь. Жмем, так, Ctrl-E, опять же жмем Mark Sim. И вот они у вас появляются швы. Чтобы сделать развертку, нажимаем A, английско выделяем все. И нажимаем UV Unwrap или Smart UV Project. Так, ну мы будем делать без этих разрезов все пока. Развертка сделана. Она теперь находится вот в этом боку. Нажимаем A. И вот они все детали, все развернуто. Заходим в Layout. Нужно теперь персонажа покрасить. Красить его можно именно материалами. Или красить можно в текстуре Paint. Материалами будем красить. Давайте посмотрим, как это вообще все происходит. Если мы заходим в текстуры Paint. Так, здесь у меня стоит какой-то материал на него. Удалим. Заходим теперь вот в эту функцию Drive. Находим новую текстуру. Ставим Base Color. Жмем ОК. Материал становится черным. И нам теперь нужно выбрать цвет какой-нибудь. Ну, допустим, красный. Так, это вот. И все вот таким вот образом мы можем красить. Все по прошлым роликам. Вот таким вот образом. Не забываем никаких деталей. Смотрим подмышками. Вот вы видите, красите. Есть места, которые не закрашиваются. Нужно все это дело хорошо вот так вот прокрашивать. Так. Тут тоже все закрашиваем. Смотрим на все части. Словом, происходит вот такой процесс. Так, сейчас я каску пока отключу. И все вот так вот аккуратно закрашиваем. Так, другой способ какой есть. Давайте смотреть. Ctrl-Z, Ctrl-Z. У нас есть вот такой опять же персонаж. Единица на нампаде. Заходим в Edit Mode. И вот у нас есть полигоны. Чтобы покрасить штаны, давайте снимем выделение. Так. Материал тоже можно удалить. Заходим в Edit Mode. Создаем новый материал. Выбираем, допустим, обувь. И заходим в текстуры Paint. И назначаем материал. Пусть он будет черный. Это будет у нас обувь. И жмем Essision. Применить. Object Mode. Цветность включаем. Почему-то у меня персонаж каблучит. Так, черный цвет ставим на Essision. Делаем Ctrl-I. И выбираем еще один материал. Его будем делать красным. Ставим красный цвет. Ну и опять же жмем Essision. Заходим в Object Mode. Получается вот такой вот раскрашенный персонаж. Так, обувь почему с задней стороны именно не раскрашенная? Потому что... Сейчас я вам покажу. Заходим в Edit Mode. Жмем Ctrl-I. Единица на нампаде. Выбираем вот этот рентген. И по рентгену опять все это дело выбираем. И назначаем черный материал Essision. Object Mode. Цветность. Вот теперь... Голеня у нас черный. Персонаж у нас красный. Все закрашено. Все хорошо. Где-то здесь можно подправить уже. Как это опять же делается. Сейчас будем рассматривать. Так, каска пока нам не нужна, мешает. И подсумки. Так, где они тут? Сумки можно удалить. Сейчас мы зайдем в текстуру Paint. Переключимся на Draft. Включим, допустим, ну на красный материал. Base Color. Окей. Смотрим, что будет происходить. Вот мы теперь можем по этому материалу красить. Вот таким вот образом. Если мы добавим сейчас текстуру Open. Найдем какую-нибудь голову. Так, теперь зайдем в Drive. Найдем здесь текстуры. Image Accept. Вот этот Aspect. И Reset Transform. Включим. Чтобы он стал вот на место. Вот, теперь он вытянулся. Правая кнопка мыши регулирует его передвижение вот этой картинки. Здесь ставим Stencil. Чтобы картинка появилась, если у кого не появляется. Теперь Shift. Правая кнопка мыши можем все это дело прибавлять, уменьшать. И давайте подвинем нашего персонажа поближе. Так, чуть-чуть его уменьшим. Единица на нампаде. И передвинем Stencil вот этот. Где-то вот так. Здесь ставим теперь белый цвет вверху. И попробуем красить. Что у нас получается? А получается у нас, что персонаж приобретает цвет фейс лица. вот такой становится color. Отключить все это дело можно вот закрываем, жмем крестик, все, закрыли текстуру. И попробуем выбрать цвет именно вот этот. Потому что здесь мы его вверху не подберем. Жмем S английское. и вы видите, что цвет меняется. Вот теперь мы можем где-то что-то подкрасить, выбрать другой цвет потемнее. Вот так вот. Можем продолжать теперь персонажа докрашивать. Вот. S английское, напомню, что выбираете цвет, который уже у вас здесь присутствует, ну как в The Brush. Вот можно даже шею теперь снизу где-то подкрасить. Вот так вот. И работаем по материалу. Так в принципе очень удобно. чем закрашивать всего персонажа кисточкой. Так здесь тоже подводим, подкрашиваем словом. Вот такая штука получается. Если мы выбрали для оттенка головы, ну допустим вот синий цвет, уменьшили его интенсивность, и вот где-то бок накрасили. Потом поменяли на зеленый допустим, и вот этот цвет подобрать уже невозможно именно вот здесь вверху. Жмем S, и вот у нас выходит вот этот цвет. Ставим интенсивность побольше, и вот теперь мы можем красить таким же цветом с другой стороны. Вот такая штукенция. Так, что еще? Ну, в принципе, и все. Если нам нужно покрасить руки, выбираем тот цвет на шее, допустим, вот выбираем коричневый, какой-нибудь светлый, добавим вот тут чуть-чуть посветлее кожу. Здесь вот потемней, можем выбрать вот эту вот штуку и чуть-чуть темнее сделать, и небритость где-то добавить. Вот такая вещь получается. Теперь нам нужен темный, светлый цвет для рук. Жмем S английскую или И русскую и начинаем красить вот теперь руки. Так, что тут получается? Вот таким будет цветом рука. Опять же своем внутренней части, чтобы все закрашивалось нормально. Вот так все это дело тут происходит. Если вам нужно, вот вы покрасили ремень и красный цвет, опять же жмем S и кромкой вот этой кисточки потихоньку вот так вот подводим, подравниваем. Опять же интенсивность можно регулировать здесь вот вверху. Так, что у нас здесь? интенсивность интенсивность посильнее, чтобы перекрыло цвет. И вот пожалуйста, вот таким вот образом все это дело здесь работает. И получается вот такой прикольный раскрашенный персонаж. Опять же на одежду можно добавлять оттенки, ну вот допустим добавим серый. Уменьшаем интенсивность и где-то вот там под мышками делаем чуть-чуть потемнее. На спине где-то можно вот на воротнике потемнее чуть сделать. Чтобы перепады были вот эти вот световые. Ну вот что-то в таком духе получается. Так, как красить каску, да? Давайте зайдем теперь в обзор мод, включим каску и каски просто ее можно если это один цвет вот каска ей можно просто поставить материал так у меня тут какой-то стоит уже жмем новый и просто ставим тот цвет который нам нужен. Ну вот пусть будет черный. Если нам нужно поставить шеврон переключаемся на персонажа находим текстуры Paint предварительно где-то скриншотом снять или скачать этот шеврон жмем New и его открываем так вот он у нас шеврон правой кнопкой мыши его регулируем заходим в Drive опять же должны стоять на том материале с которым мы работаем вот сейчас мы работаем с красным если захотим покрасить штиблет вот эту обувь не получится нужно переключиться на черный цвет и вот No текстур добавить опять же Base Color пока на красном так находим теперь опять текстуры Stencil Image Reset Transform не надо вот она нормально стала персонаж 1 3 на NumPad правой кнопкой мыши и Shift уменьшаем этот шеврон правой кнопкой мыши подводим там где он должен быть и уже поставив на белый цвет вот эту настройку где именно Color можем покрасить так теперь убираем шеврон так опять же шеврон если красим нужно его на большой интенсивности чтобы его видно было вот не забываем тоже за эту штуку и убираем вот получился у нас такой шеврон нажимаем S английская и потихоньку можно здесь так это все дело подправить нудно конечно но в принципе получается вот такая штука шеврон у меня немножко кривоват потому что я его скриншотом с модели делал в интернете так ну в смысле не с модели а с картинки ну такая штука и так вот такой принцип раскрашивания модели так если вот этот мы выберем теперь черный материал так нет красный давайте выберем зайдем опять текстуру текстуру paint и попробуем ремень вот этот раскрасить ну в принципе ремень можно тоже материалом сделать вот этот уже верхний навряд ли ну тоже если по сетке можно выбрать давайте посмотрим зайдем UV Editor единица на нампаде и попробуем через рентген выбрать вот этот вот весь ремень вот так и назначим плюс новый материал и пусть он будет сразу черный наичернейший заходим в Object Mode ничего не происходит Edit Mode потому что Essision надо нажать применить и Object Mode теперь жмем Color и вот получается вот такой ремень надо его тут еще нормально выбрать так единица на нампаде и повыше все это дело взять опять же рентген и вот где-то так и Essision опять применяем вот этот черный цвет так он у меня не черный а серый вот пусть будет черный Object Mode Color вот такая штука ну вот вы залезли допустим на соседние полигоны опять же повторяем что выбираем вот этот материал заходим в текстуру Paint находим теперь Draft на этот черный материал ставим Base Color ОК находим C FULL S английская вот появился красный цвет и потихоньку вот можно тут как-то его подкорректировать Edit Mode снимаем выделение и пробуем опять ну чуть-чуть тут зацепляет вот таким вот образом вот появляются артефакты если мы сейчас удалим вот этот материал переключимся на красный то можно просто выбрать черный цвет и вот так все это дело потихоньку ровненько уже раскрасить уже не привязываясь именно к полигонам ну сильно вот уже можете нормально тут проводить где-то что-то сами уже зацеплять где-то почищать вот верхнюю кромку поровнее как-то покрасить так если опять же где-то залезли опять же с и подчищаем вот такой получается персонаж все всем пока до свидания